Здравствуйте, мои прекрасные зрители! В этом видео я покажу и расскажу, что я готовлю в течение дня для своей семьи. Утро начинается, как правило, у нас с яичницы, но такое утро это если все дети дома, потому что обычно дети в Италии завтракают одной печенькой одним сухариком, чашечкой чая, либо водички, либо молока, у кого как. Соответственно, такой завтрак это привилегия выходного дня, либо каникул. Мои дети очень любят яйца, они едят яйца вареными, они едят яйца в яичнице, они едят яйца также в омлете. Соответственно, с утра я готовлю им яичницу. Как все могут понять, это очень плотный завтрак, после такого завтрака долго не хочется есть, но тем не менее на обед сегодня я решаю приготовить картофель. У меня было всего 4 картофелины, потому что рынок должен был состояться на следующий день и, соответственно, запасы овощей и фруктов они подистащились. 4 картофелины режу маленькими кусочками, много раз рассказывала, что таким образом я запекаю картофель в духовке. Соответственно, сейчас я его порежу и, как я и говорила, для того, чтобы картофель получался так, как я научилась готовить его здесь в Италии, необходимо не просто полить сверху оливковым маслом, но вы можете взять любое растительное масло, необходимо прямо-таки перемешать и позаботиться о том, чтобы каждый-каждый кусочек был в масле, был пропитан маслом. Обычно я запекаю большее количество картофеля, потому что, в принципе, его едят все, но сегодня, повторюсь, я была ограничена. В картофель, конечно же, можно добавить морковь, которой у меня не было в моменте, можно добавить цукини и таким образом запекать просто-напросто овощи все вместе. Вот так, очень важно, чтобы каждый кусочек был в масле. Ну, как вы видите, у нас достаточные запасы, так что за нас можно не волноваться, несмотря на то, что ситуацию объявили такой, как объявили, мы, в общем-то, вряд ли будем голодать в ближайшее время. Кстати, у нас все очень спокойно, в супермаркетах, по крайней мере, точно. Сегодня я буду готовить стенку. Что это такое? Это нечто, что очень похоже по вкусу и по своей сути на тушенку. Вот таким образом все это упаковано, в вакуумный пакет, без консервантов, хотя хранится не в холодильнике, что очень странно. Сейчас я это раскрою, и это, наверное, свиная рулька. Вот таким образом можно лучше всего охарактеризовать эту вещь. Вот так она выглядит, но по вкусу, на самом деле, это тушенка тушенкой. Что я буду делать также? Это, скажем так, блюдо для меня. Дети почему-то не едят запеченные яблоки. Можно запечь яблоки по-разному. Но сегодня я ограничена во времени, поэтому я просто их порежу на четвертинки. Я даже не буду вынимать сердцевину. И когда я запекаю яблоки вот таким образом, просто их порезав, я практически ничего не добавляю. Если же я удаляю сердцевину, я могу добавить орехи, могу добавить, конечно же, изюм. Очень хорошо подходит. Посыпать все это корицей. Я не запекаю яблоки с сахаром, но очень часто добавляю мед. В этот раз я решила без меда запечь, но потом передумывала и все-таки полила их медом. В подобный рецепт также можно добавить, конечно же, сухую курагу, а также сухой чернослив. Ну и на самом деле любые сухофрукты здесь подойдут. Поскольку я готовлю сегодня очень-очень быстро, и за несколько минут буквально до возвращения с прогулки детей я ставлю все в печь, сегодня я решила упростить максимально свой рецепт. И забегая вперед, могу сказать, что получилось очень-очень вкусно. И также хочу сказать, что вообще, насколько вкусным будет это блюдо, простое, запеченные яблоки, по-другому не скажешь, зависит от яблок. Нельзя запечь вкусно-невкусные яблоки, в то время как сладкие яблоки всегда получатся очень-очень вкусными. Дальше я сделаю бисквит. Я для этого потру тоже яблоко, но сюда прекрасно подойдет груша. У вас получится очень мягкий, очень мягкий бисквит с ванильным вкусом, не добавляя ванили. И также можно всегда добавить банан, в особенности, если у вас, так же, как у меня, есть маленькие дети, и бананы всегда остаются недоеденными, потому что банан делает также тесто очень мягким и дает очень явный ванильный привкус. Я думаю, что многие мамочки маленьких детей, кто сейчас смотрит это видео, прекрасно понимают, что я добавляю яблоко, либо любой тертый фрукт. Можно также добавить морковь. Морковь тоже очень хорошо подойдет для того, чтобы, что называется, алунгары, чтобы увеличить массу теста, но не за счет муки, а за счет других компонентов, вкус которых дети, скажем так, не почувствуют и не различат. Поэтому я тру целое яблоко, можно потереть даже два яблока, можно потереть одно яблоко и грушу. На самом деле здесь пропорции могут варьироваться. В итоге дети всегда очень рады домашней выпечке, и от того, что я меняю пропорции, вкус блюда остается все равно для моих детей, по крайней мере, вкусным. На глаз добавляю муку. В данном случае у меня мука самая обычная, но можно использовать интегральную, но чаще всего я использую рисовую муку. Хочу сразу сказать, что с рисовой мукой выпечка получается не очень вкусной. В моем доме нет сахара, поэтому я добавляю мед. И да, мне задавался вопрос, не становится ли мед канцерогенным, когда он подвергается высоким температурам. Я спрашивала у производителя меда, которого хорошо знаю на нашем рынке. Наши дети посещали вместе детский сад, и он продает на рынке во вторник мед. И он сказал мне нет, что только два вида меда подвержены, скажем так, такому недостатку. Но это очень сложный мед, его, по крайней мере, в нашем регионе не производят. Не забывайте про лайфхак. Очень хорошо потрясти яйцо до того момента, когда вы услышите, что там жидкость. Таким образом у вас всегда будет чистая-чистая шкурка от яйца, то есть там не будет оставаться белок, который потом жалко, конечно же, выбрасывать. На глаз делаю три яйца сегодня я использую. Это может быть два яйца, может быть четыре яйца. И на глаз я также использую количество муки, но примерно это стакан муки. Тесто у меня получится очень-очень плотным. Тесто больше похоже на тесто для печенья, чем для пирога. И потом я обнаружила, кстати, банан, и я туда его добавлю уже, когда тесто будет практически замешано. Добавляю обычное оливковое масло. Можно взять любое растительное масло, можно, конечно же, взять и сливочное масло. И выкладываю тесто. Вот такое тугое оно получается. И потом аккуратно распределяю вилкой по противню. Конечно же, в это тесто можно добавить семечки, можно добавить также орехи, можно добавить цедру лимона. Если лимон у вас, что называется, нон тратату, вон кусочек банана видно. Нон тратату, это получается шкурка не обработана. Шкурка у лимонов, и у апельсинов, и у мандаринов обрабатывается прежде всего для того, чтобы эти фрукты долго хранились. Чтобы они были подвержены долгой транспортировке, их специально обрабатывают. И шкурка у таких фруктов считается несъедобной. Будьте очень и очень внимательны. Обычные лимоны, обычные апельсины, и шкурка не должна использоваться в еду. Только био-сертифицированные фрукты, лимоны и апельсины. Мандарины в данном случае можно использовать для выпечки. Сверху я еще потерла яблоко, но повторюсь, это может быть яблоко и груша, это может быть яблоко смешанное с корицей, яблоко смешанное с изюмом. Все это я выкладываю, и получится потом очень вкусная корочка. Вот таким образом. На самом деле тесто получится больше похоже на печенье, оно будет не мягким и не воздушным. Если вы любите воздушное тесто, обязательно добавьте чайную ложечку соды, но опять же все зависит от количества теста. На такое количество теста я добавляю прямо-таки соды на кончике ножа. И тесто получается действительно более пышным. Отправляю все в духовке, на самом деле часть моих блюд уже готовится в духовке, пока я заканчиваю с пирогом. 200 градусов, выпекаю все вместе одновременно в одном духовом шкафу. Моя духовка это позволяет делать, запахи не перемешиваются. И вот таким образом готовлю обед, ну примерно в течение 40 минут. Опять же все зависит от того, что конкретно готовится. Часть блюд будет готова быстрее, часть блюд будет готова чуть позже. Вот такие получились у меня яблоки, они были очень и очень вкусные. Вот такой получился у меня в итоге пирог. Мои дети сказали, мама, что это такое? Но тем не менее пирог был съеден прямо-таки в обед. Не осталось ни кусочка даже до вечера, не говоря уже о том, что я планировала на завтрак следующего дня предложить детям пирог. Я также испекла паленту. Палента пеклась моя долго, потому что она такая, какая должна быть. Выпекается примерно 40 минут. И это палента, которая настаивалась целый день в духовке. И на самом деле это не что иное, как ужин для моих детей. Палента тем вкуснее, чем дольше она стоит в теплом месте. Я и мой муж вечером ужинать не будем. После такого обильного обеда обычно мы пропускаем ужин. Ну что ж, дорогие зрители, на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Вау, что это у тебя? Пока-пока. 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 Пока-пока.